доброй ночи уважаемые зрители мы все еще в эфире уже более 12 часов наблюдаем за третьим днем главного события серии баин у нас 5300 долларов в игре осталось пять человек на текущий момент у нас смена состава телевизионного стола чип лидер в этом составе карай каркмас но из интересного 18 блайндов у николаев аля ну что ж поболеем за него за этим столом у нас осталось сегодня последние два уровня с вами отсмотреть и можно будет идти отдыхать завтра продолжим надеюсь хотя бы до предфиналки мы за эти два часа дойдем но лучше пройти еще дальше так вопрос так стеблайнд у нас 60 тысяч 120 тысяч уровней по часу вопрос ли нет есть турнир проходит с аддоном его баин считается что там закупа аддона и вообще и вообще стоит ли его брать но у меня подход подход такой что если я дохожу до стадии аддона то я сравниваю свой стек со средним на момент когда период аддона завершается если я без аддона имею стек выше среднего то тогда я его не беру ну если только не какой-нибудь турнир типа сплэша где аддон очень большой самодон маленький так вот если же мой стек средний либо ниже то тогда я дон возьму мне такой вариант но опять же тут каждому свое как вам удобнее пишут что вроде как откатили до одного уровня игры либо до 24 человек что позже наступит он у кайф кайф если так спасибо за актуальную информацию почему-то в чате трансляции об этом не сказали ну окей благодарю так у нас первая же раздача столкновения эрик эрик у нас из канады с хорошим стартером порейзил бвб кстати сегодня мы могли наблюдать на прямом бабле эрик был под угрозой но кривер он собрал full house и удвоился инфа из зала да спасибо большое морковь как вас зовут обращаюсь по никнейму наталья играет да наталья еще в игре судя по покер ньюсу не и большей шип более 6 миллионов хорош так матрас тигеев пишет что в старые времена была еще такая формула если аддон составляет 20 менее процентов от стека то брать его нету смысла ну тоже дает стоит наверняка учитывать вы все-таки покупаете уже довольно дорогие фишки и если допустим аддон равен стартовому стеку то он абсолютно бесполезный слишком уж дорого его брать но бывают такие знаете турниры раньше были на стразах там где допустим стартовый стек 3000 играете 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 играть в период аддона вам дают возможность докупить 50000 то есть при стартом стеке в 3000 докупить 50 это весомо и там аддон нужно брать по-любому повезло николая отдали ему blind сколько всего было зарегистрировано в турнире входов всего было 1032 входа на текущий момент средний стек чуть более 4 миллионов фишек и пока что выплата составляет 25 тысяч долларов за первое солидные 750 тысяч вроде бы на все вопросы ответил в перерыве я тут пока забивал новую информацию об игроках находящихся пред нашим взором пробил всех по андон мобу и из всех присутствующих самое солидное количество призовых как раз таки у эрика такой мощный молодой человек в красной майке у него призовые 3 миллиона 900 тысяч долларов причем best cash 518 тысяч в all-time money лист канады он занимает 25 25 строчку вот об этом молодом человеке я сейчас говорю сколько осталось игроков 25 25 да да все верно 25 человек собственно если информация из зала верно то можем мы закончить довольно быстро ален ставит sbbb николай фаль против крупного стека края крахмаза ну и придется караю сдаваться да важно николай сейчас поддерживается и стек на уровне для того чтобы было фулд эквити иначе если фулд эквити пропадет то будем мы вынуждены ждать хорошую руку хорошая рука как назло приходит не всегда тогда когда нужно сколько было всего было 1032 входа так ну чтож покажите нам что там я не сли перис игрок под флагом кипра кстати это топ-1 по призовым на кипре у него призовые за карьеру 2 миллиона 127 тысяч долларов и best cash 261 тысячи у николая на баттоне дома валет разномастная играет на рейзом вопрос счастья давид питерс участвовал закончил ответ положительный на оба ваших вопрос да участвовал даже с дв столом поиграл но не справился пройти дальше выбрасывает турецкий игрок да у него совсем небольшой стек хорошая рука спрашивает николая переворачиваем валет всем видно показывает что неплохая батрас обратил внимание на часы канадского спортсмена почти 4 миллиона призовых может себе позволить даже такие часы действительно они массивные но большому человеку большие часы наверное так это работает зубая работ болт он представляет монголию несколько игроков у нас было под этим флагом у него призовые за карьеру четыре с половиной тысячи долларов и эти призовые он получил здесь на серии ну ладно еще обсудим у эрика пара дам открывается он ставит два больших блайнда с хайджека и топ-1 игрок кипра по призовым янис очевидно будет защищаться на бб у него стек 5 и 6 миллиона игра до финалки нет подъехал тут инсайдерская информация что мы играем либо пока не пройдет уровень либо пока нас не станет ну не нас а игроков не станет 24 человек начинает я не спала достаточно неплохо но эрик попал на порядок лучше у него ставка была подобрана 220 тысяч так эрик подтянулся к нашему эфиру эрик привет доброй ночи как там первый день серии прошел ты все еще бодр и полон сил туз приходит терном грустное выражение лица у эрика но не самый лучший ронал для я не со но он как бы на его счастье пришел поскольку пришлось бы 2 баррель оплачивать попадая в валета может он здесь оплатит там бы точно пришлось платить да есть еще один кол и ривером приходит семерка но очевидно будет продолжать чекать я не с нас сегодня конечно удивляли какими-то дикими донгбетами на ривере но я думаю что тут развитие доски совсем к этому не располагает чек вот я не соберет чек до гонку эрик собрался что хотел ну и такую руку он бьет так эрик пишет что идет deep and cheap еще час до конца реги а потом граду и тем ого так у вас он тоже сегодня еще игры непочатый край находит некоторое сходство наши зрители с индизелем эрика но то что физическая форма неплохая это да тут может быть эрик еще и даст фору я почему-то в голове такая информация что дизель немножко подзаплыл так кто у нас еще не участвовал в раздачах когда при нем будет принимать участие в них я вас буду знакомить с профайлом хенден моба хотя бы чтобы так мы с вами собирали информацию мануэль фриц австриец десяточка у него видимо неплохая рейзит он манеля призовые за карьеру 155 тысяч долларов best cash 29 тысяч поставил он 250 тысяч то есть два с небольшим блайндом раздумывает николай фаль какие у него здесь есть варианты в раннюю позицию выбрал вариант аккуратный просто выбросил тут я думаю надо выбрасывать 98 мы тут вообще не смотримся окей и на бб зал бояр бот болт из монголии у него бы скажешь четыре с половиной тысячи на текущий момент уже он его серьезно перебил доска у нас король валет 6 не знаю с чем там десятка у мануэля похож с этого ракурса на агента смита из матрицы мануэль ставит он двести двадцать пять тысяч ну как совсем все прискорбно на такой доске придется сдаваться останется тайной какая же вторая карта была у мануэля я думаю что он должен быть доволен исходом все-таки фишки поехали в нужный бокс да фантастически длинный эфирный день у нас сегодня выходит так фэнси джем я не буду зачитывать ваше сообщение я уже ничего не слышу надеюсь что не буду слышать здесь 5 николай фалят придется сдаваться николай кстати призовые за карьеру миллион восемьсот пятьдесят тысяч бест кэш триста двадцать шесть двадцать шестого июня он занял первое место в турнире red classic и вент номер 30 получил 32 тысячи в край открылся двадцать сорок тысяч от него с каким-то королем и получил он алын от ресепа игрок из турции у мануэля тузы на бб да конечно он сейчас по идее будет играть коллом но колл будет смотреться жутковато со стороны края вот если играть за края то колл в холодную от мануэля будет смотреться жестко вот так будет правильно можно конечно запушить тогда наша рука будет выглядеть несколько слабее но все равно алын 20 блайндов вряд ли мы здесь поставим после алын от ресепа с тройками я не знаю или туз 5 сану раньше будет сильный и так и так мы демонстрируем силу вопрос там в какой линии края будет проще ошибиться я думаю что проще будет ошибиться в том случае если мы играем коллом а вот то в этом я даже и не подумал что можно поставить здесь рейс 800 тысяч раджеп его зовут спасибо большое просто по по буквам в имени так и не скажешь но раджеп более привычное уху имя что же там у карая ну вы сами видели выражение лица карая такой ну это сильно пожелал удачи раджепу ему удачи действительно понадобится эйс из да прочел руку мануэля его оппонент из турции и смотрим флоп тут как тут турнирный директор борт у нас 89 валет есть варианты купить десятку да десятка пик не играет дама приходит терна и без аутов для турецкого игрока ну что ж теряем одного из участников турнира хорошо бы чтобы нам сейчас показали графикой сколько же людей осталось поскольку я смотрю на покер-ньюс а там они вперед нас играют ну вот по данным покер-ньюс в игре 24 человека значит что игра завершена пока не знаю так обновляют нам чип каунт карай каркмас первый стек из участников этого стола у него 62 блайнда у эрика представителя канады 45 блайндов самый короткий стек у зал бояра бадболда 16 блайндов николай фаль обладает хорошим стеком 23 бб в принципе еще у него все дороги открыты можно побороться ближайшие выплаты пока по 25 тысяч да вот спасибо большое графики нам подсказывают что 25 человек в игре на текущий момент кто там из наших я имею ввиду из профиков спрашивает артем ваймер эти посмотрю александр гофман арсений кармацкий наталья никитина николай фаль олег ниталиев алексей петров сергей бобрик на этом все край открылся стуз валет у я не сонок а тофи туз 10 разные в таких позах кстати может он 3 б этом отыграть ну похоже что взял небольшое количество фишек до играет колом я не слегки паз для баттона думаю что можно эрику в мультипот здесь не доставлять против крупных стеков в частности у карая фишек больше пойдет пас как мне кажется ну что ж смотрим смотрим флоп доска у нас 5 9 9 чекает карай ну очевидно собирается чек колить не думаю я что он здесь придумает какой-то чекрейс с его рукой в этом нет большого смысла не сможем выбить руку лучше чекрейсом и я не довольно быстро чек на догонку тройка приходит черном очень быстро отчекали еще раз дома на ривере она посчитал я не что годится его туз или ривером передумает нет нет потянул туза на вскрытие играет кикер карая и едем дальше так уже второй наш зритель обращает внимание на размер часов на руке эрика ну чтож по инсайдерской информации один человек остается до завершения сегодняшнего игрового дня но мне кажется что не факт не факт что все так произойдет и мы закончим розик обещали действительно два уровня но надеюсь что сообщение сейчас окажется более правдивым карай открывается в очередной раз можете позволить король дамы хорош стартер и туз король у эрика на малом блайнде но очевидно будет прописывать он здесь 3б кто такой кикер это такой серьезный дверь так сколько сколько ставит эрик миллион 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 тяжеловато здесь край честно говоря кол мне с его рукой здесь не очень нравится окей вообще не нравится уточняет край сколько там за спиной около пяти миллионов начало раздачи было так рико голос примерно у меня сейчас после 12 часов эфира и вбрасывает турецкий игрок уточнение с чата что уровень в любом случае будем доигрывать если бы не осталось 20 человек играли бы до топ-24 все понял понял спасибо на действительно сильная стартовая рука была у канадского игрока артем ваймер пишет а я пока на перерыве был задумался это мы тут шутки шутим расслабонили они так то работу работает вы знаете ли комментировать не мешки ворочать и да вы правы что благодаря зрителям комментировать становится гораздо проще и одно дело вещать в пустоту в безликий интернет другое дело общаться с аудиторией открылся зол байяр соля 10 хайджека да мы у мануэля фрица на катофе ну что только 2 и 5 2 и 7 x 3 бит поставим раис 240 так 3 бит 660 чуть чуть меньше чем 3x зол бояр играет под флагом монголии был вопрос нас из чата и это был ответ на него не стал переворачивать свои карты мануэль никому особо честно говоря за столом и интересно не было как у нас до этого в эфире постоянно кто-то пытался там хотя бы одну карту уговорить игрока перевернуться а тут уже все похоже похоже что устали вижу я обновленный чип каунт на покер ньюс и на текущий момент чип лидером является кайл магуайр тот самый мужчина с бородой у него почти 10 миллионов рейс 300 тысяч с ранней позиции зол бояр открывается 7-6 ну ранняя позиция наверное здесь условная все-таки стол не полный но тем не менее валеты у карая да очень важно чтобы в лейтах хорошо заходили заходили стартеры ими тут арсений про сегодня кстати семь с половиной миллионов на последний момент последнего апдейта это третий стек гофман на второй стек 7 миллионов 600 тысяч а у кайла девять семьсот пятьдесят у никитина пять с половиной миллионов трибет поставил кара и девятки у яниса на бб так сколько у нас банки уже денег миллион триста сорок стек у яниса 4,3 миллиона ну кол мы здесь играть не можем и выбирает янис опцию фолда наш зритель Александр пишет лайко за трансляцию проражал тузана ривера не увидал но если он вам был не нужен то это хорошо так и смотрю я сейчас информацию в чате трансляции что похоже сейчас мы играем последнюю раздачу перед перерывом на редро и на этом мы с вами закончим ну что что хорошие новости ну и что нам решили под занавес раздать какой-нибудь кулер-кулерок тускай роли у Мануэля Фрица на ранней позиции стек 4,2 миллиона да-да-да-да сейчас будем эту лавочку мы прикрывать последняя раздача и на сегодня все 250 тысяч рейс от Мануэля так ну что может будет что-нибудь интересное у Карая туз валет на батоне ну как интересно если Карай поставит 3-бет Мануэля воткнет алын Карай выбросит и на этом похоже все у нас даже счетчик рук заново начал работать 12-й раздач а сколько завтра собираемся вот в диапазоне с 12 до 2 где-то так начнется эфир вся информация будет опубликована в наших социальных сетях вообще по регламенту в 12 начинают игроки так что мы с вами встретимся ну сколько там 12-30 час где-то так у нас будет задержка не знаю либо полчаса либо час да так и сделал Карай поставил 3-бет 825 тысяч ну и сейчас после паузы Мануэль похоже что объявит алын в Москве да-да-да я называю московское время алын ставит Мануэль попросит Карай посчитать а, либо он уже знает стэк да, так и есть действительно 4-2 миллиона у Мануэля уточнил уточнил Карай, размер этого алын ну не можно колец тузбалет говорит Карай мискликнул но при этом карта не выбрасывает это что, приемчик такой? выбрасывает Карай честно признался австриец что он будет тускарой так, ну что ж редро и на этом мы сегодня заканчиваем нашу трансляцию сколько наших осталось раз, два, три, четыре пять шесть шестеро наших остается в игре сейчас происходит редро на три стола а мы с вами на этом прощаемся завтра мы начинаем 12.30 где-то в этом диапазоне и завтра уже будем смотреть до победы и узнаем кто же станет чемпионом главного события и кто заберет 750 тысяч долларов большое спасибо что вы выжили в сегодняшней трансляции она была долгой но надеюсь что была интересной до завтра с вами мы не где-то сверху ! Продолжение следует...